Всем привет! Это программа «Недвижимость за город». Смотрите, любой коттеджный посёлок, бизнес и премиум-классов в Подмосковье – это не просто дома и участки. Это, прежде всего, большая инфраструктура, которую необходимо обслуживать. В этой программе давайте обсудим, какая работа сегодня есть в коттеджных посёлках в Подмосковье, кто здесь вообще работает, ну и сколько получает. Цикл программ «Недвижимость за город» мы снимаем в коттеджном посёлке премиум-класса «Руза Фэмли Парк» на Новорижском шоссе. Автор концепции и руководитель проекта коттеджного посёлка – Юрий Королёв. В каждой программе мы говорим с Юрием на какую-либо важную для загородного рынка тему. Юрий, кто работает в посёлке, чтобы поддерживать его вот в таком идеальном состоянии? Давайте перечислим те службы, которые необходимы для того, чтобы функционировал большой коттеджный посёлок. Первая основополагающая – это службы безопасности. Штатное количество обычно от 15 до 20 человек. Дальше специалисты, которые поддерживают в надлежащем виде все проложенные и действующие коммуникации. Это служба электриков, газовщик, водопроводчик, станции биологической очистки сточных вод. Дальше идёт управляющая, служба бухгалтерии, большой штат тех сотрудников, которые поддерживают эту красоту. Ландшафтные дизайнеры, рабочие, которые зимой и летом чистят эти дороги. Дворники. Дворники вывозят мусор. Во многих управляющих компаниях сталкиваются с дефицитом рабочей силы. Так ли это в вашем случае? Мы 10 лет старались, чтобы это не коснулось наших жителей, но в настоящее время дефицит трудовых кадров, он просто зашкаливает. Зарплаты пришлось поднять до 60% и всё равно привлечь то количество людей, которое необходимо для функционирования нашего коттеджного посёлка, нам не удаётся. Простой вопрос. Сколько зарабатывают дворники в вашем коттеджном посёлке? Мы привлекаем на трудовые договора людей в штат нашей компании с зарплатами от 55 тысяч рублей в месяц. Это простым дворником? Да. Слушайте, а вообще вот работать в коттеджном посёлке премиум класса престижно? Я поддерживаю уровень престижности и мы завоевали бренд на рынке, поэтому к нам идут с большим желанием, чем в другие коттеджные посёлки. При этом у нас белые зарплаты и социальный пакет. Я обращаюсь к жителям разных регионов страны. Приезжайте в Подмосковье, у нас зарплаты в 2-3 раза выше, чем по вашему региону. Очень требуется рабочая сила. Отвлечёмся ненадолго. Как всегда в программе «Загород» мы подготовили для вас короткую интересную тематическую новость. Новое строительство жилья населением опережает объёмы ввода строительства жилья от застройщиков. Из 17 миллионов квадратов жилья, введённого в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, более половины пришлось на ИЖС. ИЖС показывает более высокие темпы роста, чем многоквартирное строительство. Россияне всё больше осознают преимущества жизни за городом. А переход на удалённый формат работы и развитие сервисов по доставке товаров только стимулируют этот процесс. Продолжаем разговор с Юрием Королёвым. Как это устроено? Куда мне обращаться, если я хочу привести свой участок в порядок? Существует служба «Гарден-сервис». Жители могут обратиться в неё и получить те услуги, которые они хотят. То есть не искать на рынке, а обратиться в управляющую компанию. И там есть служба ухода за вашим участком. Сколько это будет стоить владельцу участка? Если поддерживать круглогодичный участок в порядке, летом в районе 16 тысяч за вызов специалистов, которые комплексно обработают ваш участок, зимой мы убираем ваш участок от снега. 5-10 тысяч в месяц. А профессия садовника сейчас актуальна? Есть такая? Да, и я очень довольен. Нам удалось найти хорошего специалиста, который может помочь нашим соседям. Вы имеете в виду ландшафтного дизайнера? Да, она может исследовать ваш участок, а если дерево заболело, то его вылечить. А домовладельцы насколько часто имеют своего садовника? Один из ста. В основном привлечение идёт или одноразовое, или через управляющую компанию на постоянной основе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok